всем привет меня зовут марина и вы на моем канале по вязанию обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы сегодня будем вязать шарф у меня связано два таких один пошире 2 по уже и сегодня подробно вместе со схемой расскажу как вязать такой узор шар связан двухсторонним узором то есть что это значит что он одинаково смотрится как с одной так и с другой стороны это детский шарфик и это шарф для взрослого человека я составила две схемы первая схема для вязания шарфика по уже я его вязала набирая 57 петель и вторая схема для шарфика пошире для его вязания я набирала 75 петель в мастер-классе с вами свяжем шарфик на который будем набирать 57 петель если вы решите связать шарф на 75 петель то он особо отличаться не будет только в количестве провязываем их петель ну и добавится еще одна фигура теперь давайте рассмотрим саму схему вот эти кружочки в начале и в конце вязания обозначают кромочные петли вначале мы петлю всегда будем снимать не провязывая а в конце будем всегда ее провязывать изнаночной и так будет провязываться независимо от того лицевой либо изнаночные ряды на схеме показаны петли только на лицевой стороне на изнаночной стороне у нас будет провязываться по рисунку в узоре вот эта клеточка пустая обозначает лицевую петлю вот это изнаночная петля и вот таким чередованием мы будем вязать оба этих шарфика связаны из пряжи лана гата это из коллекции супер софт здесь в составе стопроцентный меринос и этот шарфик связан с коллекцией мерино код здесь 50 процентов шерсти и 50 процентов хлопка рекомендуемый размер спиц для этой пряжи 4 миллиметра я буду вязать на спицах 375 и хочу чтобы шарфик был более такой плотный поэтому беру спицы на размер чуть меньше также оставлю размеры шарфиков которые у меня получились в итоге берем нашу нить хвостик будет с правой стороны и от клубка нить идти с левой стороны и обычным способом набираем 57 петель 2 3 4 5 6 и так далее всего 57 петель набрали нужные количество петель переворачиваем хвостик наш и основная нить далее 1 снимаем не провязывая просто переносим ее на правую спицу далее по схеме 1 изнаночная и далее чередуем 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные затем лицевая 1 снова чередуем так как здесь была лицевая дальше 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные далее 1 изнаночная далее чередование 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 1 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночные снова чередование закончили мы изнаночные значит 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые остается 2 петли изнаночная и последняя кромочная тоже мы ее провязываем изнаночной следующий ряд и все петли провязываем по узору первую это неизменно снимаем не провязывая далее как у нас располагаются петли лицевая 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 1 изнаночная то есть получается что у нас лицевая и чередование 2 2 2 2 4 4 раза по 2 и 1 изнаночная далее чередование тоже 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая то есть после чередование у нас провязывается попеременно сначала здесь была одна изнаночная потом 4 раза по 2 и 1 лицевая сейчас 4 раза по 2 начиная с изнаночной 2 2 2 2 2 изнаночная снова чередуем 2 лицевые 2 изнаночная 1 лицевая и снова чередуем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 1 изнаночная еще раз 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и 1 лицевая последняя кромочная мы ее провязываем изнаночной далее второй ряд узора он у нас будет точно такой же как и первый ряд изнаночная и чередование 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные лицевая снова чередуем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и далее мы вяжем по узору где лицевые провязываем лицевыми где изнаночные провязываем изнаночными и так вяжем до конца ряда провязали переворачиваем в этом у нас ряду будет также провязываться по рисунку 1 снимаем не провязывая далее как располагаются петли лицевые значит провязываем лицевыми изнаночные значит провязываем изнаночными и со следующего ряда у нас уже будет идти смена узора есть и получается что всего мы провязали 4 ряд провязываем далее первую снимаем не провязывая и далее нам нужно провязать 2 изнаночные значит по рисунку здесь у нас изнаночная идет а здесь идет лицевая которую мы провязывали в нижнем ряду но нам ее нужно провязать изнаночные значит что мы делаем эту провязываем изнаночной за переднюю стенку а эту и всегда мы будем провязывать когда изнаночная попадается на лицевую нижнего ряда изнаночной за заднюю стенку тогда петелька у нас будет красиво располагаться вот таким вот образом если бы мы провязали ее также за переднюю стенку то она у нас получилась бы такая перекрученная это в итоге не очень красиво смотрится в самом рисунке поэтому провязываем ее за заднюю стенку и чередуем здесь у нас лицевая и изнаночную нижнего ряда мы провязываем лицевую за переднюю стенку 2 лицевые далее 2 изнаночные 2 лицевые затем 3 изнаночные далее 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 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 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные последняя кромочная мы ее провязываем изнаночные переворачиваем и на этой стороне провязываем по рисунку как у нас петельки идут лицевые значит провязываем лицевыми изнаночные значит провязываем изнаночными и так провязываем до конца ряда последняя кромочная мы ее провязываем изнаночные провязали следующий ряд у нас также будет повторяться по узору где изнаночные провязываем изнаночными где лицевые там провязываем лицевыми перевернули и в этом ряду то же самое где лицевые там провязываем лицевыми и где изнаночные провязываем изнаночными провязали и в следующем ряду мы снова будем менять расположение петель со смещением получается влево далее у нас идут 2 изнаночные я здесь провязываю лицевую и далее смещаю 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, последняя кромочная, провязываем ее изнаночной. Следующие 3 ряда мы провязываем по рисунку, где у нас идут лицевые, провязываем лицевыми, где изнаночные, провязываем изнаночными. Провязали и далее у нас идет последняя смена провязывания петель и как запомнить, когда мы должны менять. Мы провязываем по 4 ряда, по петелькам даже можно просчитать 1, 2, 3, 4, меняем. Здесь провязали 1, 2, 3, 4 и далее у нас идет смена и так на протяжении всего вязания. Сейчас мы сменяем, потом провязываем еще 3 ряда по узору, как у нас получается провязывание петелек и далее узор будет повторяться. Так, у нас здесь шла лицевая и нам нужно с этой стороны, чтобы дальше 2 лицевые шли. Значит мы эту провязываем лицевую и следующую. Далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и по узору у нас идет 3 лицевые. Раз, два, три. Далее 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, и заканчиваем 2 лицевые. И последняя кромочная мы ее провязываем изнаночной. Все, последующие 3 ряда мы вяжем по узору и далее наш узор будет повторяться. Когда мы провязали шарфик на необходимую нам высоту, мы будем закрывать петли. Преимущество вязания этого узора еще и в том, что закрытие петель мы можем делать в любом месте. Особого значения и на внешний вид шарфика это не скажется. Итак, как закрываем петельки? Первую снимаем не провязывая и далее смотрим какая петля у нас идет следующая. Если у нас идет лицевая, значит мы провязываем лицевую и предыдущую петлю сбрасываем. Следующая у нас лицевая, значит провязываем лицевую и предыдущую сбрасываем. Далее у нас идет изнаночная, значит мы провязываем изнаночную и предыдущую сбрасываем. и так поступаем со всеми оставшимися петлями где у нас лицевая провязываем лицевую где у нас провязана изнаночная провязываем изнаночную и предыдущую петлю сбрасываем и так делаем до конца ряда также этим узором я связала вот такие варежки варежки связаны из той же пряжи в две нити и в одном из следующих видео выйдет мастер-класс по вязанию таких варежек я надеюсь мастер-класс по вязанию шарфика вам понравился я постаралась максимально доступно дать информацию и если у вас возникли все же какие-то вопросы то давайте пообщаемся в комментариях на сегодня все и всем пока